Приветствую вас! Наиболее рациональным вариантом вашего поведения мне представляется следующий аспект. Наверное, вы, поскольку не начинались с того момента, когда молодой человек вам напишет сам, через несколько дней написали ему сами, он был рад, все было хорошо, он признал, что вы нравитесь ему, попросил вас написать еще раз, судя по всему, вы согласились. Ну, по крайней мере, вы не отказали ему в этом. И теперь молодой человек ждет, что вы напишете ему еще, потому что он знает, что если вы напишете, это значит, что вы готовы с ним общаться, а сам он вас беспокоит, вообще-то говоря, не очень хочет, потому что по всей вероятности боится он вас от себя оттолкнуть. Ну, или нерешительный мужчина. Такое, в принципе, тоже бывает. И правда здесь заключается в том, что дальше вам нужно написать ему еще раз, обязательно, так как вы уже один раз ему написали, уже один раз проявили инициативу, дали намек на то, что проявите инициативу еще раз, по причинам, которые я указал выше, и это значит, что молодой человек ждет, что вы напишете ему, ну, как минимум, еще один раз. И обманываясь его в этом, по крайней мере, давать ему понять, что он не прав относительно того, что он ожидает, ну, не стоит. Вот. Поэтому вам стоит, вам имеет смысл написать ему еще раз, а ему, значит, стоит донести, что вы не против, что вы хотели бы, чтобы он написал вам тоже, да? То есть, сказать нужно так, что я была бы очень рада, если бы ты мне написал. И тем самым вы дадите ему вот этот вот намек, что, в общем-то, не только вы должны по его мнению написать, как бы, самым проявлять инициативу. И вот такой намек, он, собственно говоря, и получится от вас. И вот после этого намека уже нужно будет вам ожидать, что он напишет сам. После двух раз, после двух проявлений инициативы, я думаю, более чем достаточно этого, чтобы написать вам словам самому. Ну, а если не напишет, то уже тогда вам решать, либо вы принимаете его таким, как он есть, нерешительный, и пишете ему все время сами, либо вы не принимаете его и просто-напросто отпускаете и живете дальше. Но в любом случае, то, что вы ждете, очень ждете. Это плохо. Прямо, если ждать не нужно. Включать человека в свою жизнь следует постепенно и как можно менее зависимо от него. А вы сейчас именно от него зависите тем, что ждете, и тем самым рискуете себе навредить. Итак, еще раз. Намекните ему на то, что он может вам сам написать. Намекните ему на то, что вы были бы очень рады, если бы он написал вам сам. И после этого смотрите на результат. Будьте готовы к любому результату и не стройте чрезмерных надежд на то, что подобное сообщение вам может что-то принести, потому что вы совершенно правильно заметили, что мужчина мог сам выйти на связь, раз он этого не сделал, значит, зато и с причиной. И какими бы они ни были, они мешают и будут мешать строить вам отношения, если вы их примете сейчас. Весь вопрос в том, готовы ли вы их принять и не будет ли вам это вредить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше, желаю вам всего доброго и удачи.